В Химкинском театре «Наш дом» собираются гости на праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Здесь и ветераны, и участники специальной военной операции. Для них это не просто памятная дата, а священный день в году. Праздник со слезами на глазах. Я родилась в 43-м году, была младенцем, но по рассказам родителей, конечно, я помню очень много, и это были очень страшные времена. С одной стороны, очень радостно, что таких врагов победила наша страна, но и очень много горечи у нас осталось. Вы знаете, для нас победа, она есть победа. Среди гостей концерта – муниципальные депутаты, волонтеры и активисты. Все они помогают не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участвуют в сборе гуманитарной помощи для бойцов СВО. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что память поколений должна жить вечно. Не только в наших сердцах и памяти, но и также мы должны поддерживать все старшее поколение, особенно ветеранов Великой Отечественной войны. В зале нет свободных мест. С первых минут концерта звучат проникновенные патриотические композиции. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. 9 мая для нас с вами это не просто день в календаре, это великий праздник. Жители нашего городского округа, жители Химок внесли неоценимый вклад в эту общую победу. 25 тысяч химчан ушли на фронт, десятки тысяч трудились в тылу. И именно здесь, у нас, в Химках, проходили рубежи обороны Москвы. Трогательный момент – чествование главных героев праздника. Тех, кто стал непосредственным свидетелем страшных событий. В первом ряду – жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Алексеева Мария Никитична, бывший несовершеннолетний узник фашистского концлагеря. Юркина Галина Петровна, житель блокадного Ленинграда. В этот вечер в исполнении талантливых артистов звучали знаменитые песни военных лет, а также современные композиции. Каждая из них пропитана любовью к родине. Московский казачий хор покорил зрителей ярким выступлением. А без этой песни невозможно представить всенародный праздник. День Победы. Зал поет хором. Никто не забыт. Ничто не забыто. Великий подвиг советского народа, избавившего мир от фашизма, будет жить вечно в памяти поколений. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.